Боадур, поздравляем вас с победой. Расскажите, пожалуйста, о сегодняшнем матче и сегодняшнем тайбрейке в особенности. Спасибо большое. Ну что, это банальные вещи. Не буду говорить, что оппонент был очень сильный. В принципе, наиболее предсказанным было результат все-таки тайбрейк, потому что оба неплохой форме находились в этом турнире. А тайбрейк уже свои, имеют законы. У кого крепче нервы, у меня оказались они крепче на данный момент. В общем, удалось его и в дебютах удивить, и переиграть, в принципе. Так что я доволен результатом. А какой момент был критический сегодня? Критический момент, когда я во второй быстрой партии, 25 плюс 10, когда у меня была худшая боица, я смог, так сказать, уползти на ничью. И в следующей партии он уже выбрал неправильный дебют, где он плохо понимает позицию, и много времени тратил, и ошибся в тактике. Как это неудивительно звучит. Для китайца это редкое явление. На его же территорию я его обыграл. Ну, вы были на своей территории здесь? На своей территории в дебюте, а в расчете вариантов вроде бы китайцы на первом месте стоят сейчас, но, как видите, нервы все-таки его сдали. А географическая территория помогает? Абсолютно. Очень большая поддержка, даже начали аплодировать, когда вы выиграли. Это несмотря на то, что другие играли? Да. А, ну, это да, это приятно. Кто вас здесь поддерживает? Все, начиная с брата, родителей, друзья, родственники. Все кругом. А не мешает это в подготовке? Абсолютно. Наоборот, мотивирует. Следующий тур вы играете с непомнящим. Как вы будете готовиться, и какие вообще ожидания, стратегии? Ну, готовиться не так много времени. Так что, ну, естественно, надежные шахматы играть. Попытаться навязать долгую, затяжную борьбу, и там кто кого, посмотрим. Опять-таки, мы друзья в жизни, так что это уже второй оппонент, начиная с Ивана, с кем мы дружим. Думаю, никто не будет в обиде, несмотря на результат. Спасибо. Спасибо.